Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. Сейчас я покажу вам достаточно простой, но достаточно долгий рецепт. В чем его профит? Первое, справится абсолютно любой. Второе, вам помимо коптильни, обычной коптильни. Холодного копчения, горячего копчения. Вам практически не нужно никакое оборудование. Вы можете даже духовкой справиться и коптильней. И третье, данные окорочка, данная курица достаточно долго хранится. Особенно если вы там в вакуум запаяли. То есть, лежать может достаточно долго. То есть, здесь хитростей не так уж и много. Что я взял? Я взял куриные окорока. А вот, у меня целый пакет куриных окороков. Потому что мало их делать для этого рецепта смысла нет. То есть, там две штучки. Там засаливать, пыры-пыры, подвяливать, подсушивать, там потом коптить. Две штучки смысла нет. Поэтому я взял достаточно много. Вот. Единственное. Окорока сейчас зачастую продаются с куском позвоночника и со всяким таким. Это нам не нужно. Берите максимально свежайшие куриные окорока. Вот. Просто прекрасно. И когда их взяли, просто берем и позвоночник. Вот он. Вот какое-то сало. Ну, что с боков свисало, как у меня. Вот прям куски сала. Это нам ничего не нужно. Ну, и, собственно, я люблю вот так вот положить, посмотреть, где там начинается позвоночник. Бэм. И все. Ну, потому что я хочу, чтобы окорочок потом уже был такой целый, красивый. Вот он свежайший. Пахнет даже свежей курячкой. Порционный. А вот эти вот остатки позвоночника, их можно на супы или собачкам отдать. Или кошечкам. Или собачкам. Или ежам. Я не знаю, хребты это трубчатые кости или нет. Ладно, короче, в комментах все равно напишут. Нельзя никого ничего отдавать. Все помрут. Ладно. Короче, избавляемся от позвоночника. Ну, вот я тут все вот так вот отфигачил, собственно, что не хочу видеть в своих копченых ножках. А вот что хочу видеть, это ножки вот такие без супер лишних жиров, аккуратные, свежие, чистые, обалденные, гладкие. Просто пища богов будет. Дальше все очень просто. Все это дело нам нужно засолить, ну, в маринаде засолить и потом проварить для того, чтобы оно стало безопасным. Я сразу скажу, я знаю, что многие вот делают сырокопченую курицу, сырокопченые ноги, то есть они их там засаливают, типа как бастурму, условно говоря. А потом коптят там холодным копчением. Я типа со всем почтением, но когда смотришь всякие отзывы, к чему приводят все эти болезни, которые от сырой курицы могут быть. Всякие там, Сань, что ты можешь от сырой курицы, там боролиозы, салмонеллезы, короче, спидораки попы. Идет оно нафиг, серьезно. То есть у меня будет варено, но варить я буду не просто в кипятке. Я буду варить при низкой температуре по таблице. Кстати, вот таблица. То есть там типа 60 градусов 4 часа, даже чуть больше проварю. Чтоб оно стало безопасным, но осталось сочным. Сырым я это делать не буду. Это на другие каналы, где люди более безбашенные, чем я. Я слишком стар, чтобы умирать от каких-нибудь червей. Теперь нам нужно сделать маринад. Мы потом его остудим. Какие громовочки? Они очень простые. На 3 литра воды, да, вы скажете, а сколько же литров воды нужно? Соль и сахар практически бесплатные. Поэтому делайте маринада много. Че там нашпрессуется, че не нашпрессуется. Все это залили, вообще пофиг. Хоть 10 литров. Это все равно финансово по сравнению с ценой курицы. Это практически бесплатно. Но на 3 литра воды, я уже экспериментировал просто, я возьму 180 грамм соли. Это 3 литра воды. Этого как раз хватит, чтобы все нашприцевать, залить. Все нормально будет. Я возьму 60 грамм сахара. Итак, вода. Короче, вы поняли, 60 грамм соли на каждый литр воды. У меня 3 литра воды, значит, где-то 180 соли. Вот 140. 170. Зашибись. Обнулим и на каждый литр по 20 грамм сахара. То есть, это 60 грамм сахаров. Вот. Тыры-пыры. Тыры-пыры. Все норм, короче. Все это дело зафигачиваем в наши 3 литра воды. Она подвыпарится, но ничего страшного. Там выпарится, не знаю, за 15 минут 300 литров воды. Этого как раз хватит, чтобы мы тогда лед кинули. Он возместит потери при выпаривании и быстро остудит маринад. По 3 лавролиста примерно на каждый литр. То есть, тут должно быть 9 лавролистов. Но оно, конечно, все относительное. Они поломаны у меня немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, пускай это будет девятый. Это все очень относительно. Просто, чтобы была ароматика какая-то была. И душистого. Штук по 5. Раз, два, три, четыре, пять. Один литр. Раз, два, три, четыре, пять. Второй литр. Раз, два, три, четыре, пять. Третий литр. Блин, как пара маленьких, еще пару докину. Вот и все. Кипятим так 15 минут. Просто, чтобы был ароматический такой рассол будет. Произошел успех. Все это дело вот так проварилось. Да, выварилось немножечко. Там 200-300 миллилитров воды, наверное, выкипело. Ну и все. Ароматика вся ушла в воду. Это и есть наш маринад. Надо остудить только. Блин, у меня есть такой хайповый лед. Вот, вот, купил такую штуковину, которая делает такой прозрачный лед для коктейлей. Вот, зацените. Он прозрачный, если его так руками помять. Такие кубы. Забавно. Но мне они сейчас нужны просто, чтобы... А что, лопнет или нет? Должен же лопнуть. Удивительно, да? Для того, чтобы остудить. Ну, быстро. Можно просто остудить, как угодно. А, вот, треснул. Сейчас, оно остудится, чтобы можно было, ну, палец хотя бы опустить и будем шприцевать. Важный вопрос, почему шприцевать и чем? Можно не шприцевать. Можно этой фигней, как бы, ну, уже более-менее подостывшей залить и оставить в холодильнике дня на три. А можно оставить на одну ночь, но прошприцевав. И вы мне скажете, дружи, что это из кавказской пленницы шприц или что? У меня такого нет, ты офигел. Да, забейте. На самом деле подойдет, это у меня такая штуковина есть, с Алиэкспресса за 100 рублей купил. А на самом деле обычный медицинский шприц. Самый большой, сколько там, 5 кубов, 7 кубов. Ну, большие шприцы, да, вот. Идете в аптеку и говорите, какой у вас самый большой шприц? Идеально все нашприцуется, абсолютно точно так же, пофиг. Так, почти весь лед растаял. Вот, собственно, еще доохлаждается. Ну, и по большему счету я вот уже там руки могу держать, а это значит там меньше 60 градусов. Так, переливаем куда-нибудь. Вот, у меня тут тазик. Он там продолжит еще остывать. И начинаем сприцевать наши ноги. Как? На самом деле все достаточно просто. Старайтесь держать иголку, вашу там медицинскую или какую-то поближе к кости. Ну, то есть, вся дрянь, она развивается либо на поверхности, ну, если она не в вакуумном пакете, а просто вот лежит нога, вся дрянь развивается либо на коже сверху, не в мясе, а либо на коже сверху, либо у кости. Поэтому просолить, ну, условно говоря, замаринадить нужно именно у кости. Хотя мы все равно это все отварим, чтобы точно там ничего, дряни, никакой не завелось. Итак, просто набираем шприц, берем ногу, прям сюда вот, берем ногу и стараемся не протыкать кожу, понимаете? То есть, вот я уперся в кость и вот, слышите, я даже не знаю, вот, вот я в кость уперся и около кости шприцую, и она надувается. Что-то будет вытекать, она вот там упала куда-то, не имеет еще никакого значения. Один шприц набрали, в нескольких местах все это дело кости обкололи. А вот эту кожицу, она задерживает весь этот маринад, видите, как такой мешочек, видите, он надулся аж. Не трогайте, то есть, не нужно протыкать эту кожу. Один шприц, одна нога, что вытекло, то вытекло, а что не вытекло, то не вытекло. Главное, чтобы поближе к кости все это намариновалось. А можно прям сюда фигачить, главное не забыть, какую шприцевали, а какую нет. Хотя фиг забудешь, я же новую беру из соседнего тазика. Еще раз беру, нахожу, протыкаю мне кожу. Где там кость? Вот, нашел кость. Бэм, надулась маринадом. Еще раз, с другой стороны, бэм, надулась маринадом. И с третьей стороны пытаюсь найти где-то... О, отлично. К косточке все прям, видите, бэм. Вот прям, прям, видите, вытекает. Ну, собственно, и так все делаем. Так, все это дело обколото, в хорошем смысле, маринадом и лежит в маринаде. И все это дело можно так оставить на ночь. То есть оно будет просаливаться, условно говоря, в три раза быстрее, чем если вы не обкололи. То есть оно просаливается со всех сторон и у костей изнутри. Но, я сразу это зафигачиваю вот в такие пакеты, потому что в них же, прямо в маринаде, я буду все это дело нагревать. То есть делать варено-копченым. Варено-копченым. То есть я буду варить прямо в маринаде при температуре 60 градусов. Опять же, у вас есть сувинт? Окей. У вас есть мультиварка? Окей. У вас есть духовка, которая держит точно 60 градусов? Окей. Главное, помните об вот этой табличке. То есть чем ниже температура, тем дольше, посмотрите, здесь прямо маринад течет, тем дольше все это дело должно держаться. Либо сырое мясо, но, блин, я честно вам скажу, окей. Давайте спросим у моего друга Димы, как-то он поел сырой курятинки в виде снеков к пиву. Когда мы были, где же мы были? В Таиланде. В Таиланде мы были. А Дим, как тебе было? Ох, дружи, вряд ли я, конечно, когда забуду эти три замечательные дня в Таиланде. Вы мне тогда привезли то ли куриный балык, то ли какие-то подобные снеки из полусырой курицы. И то ли оно сделано было с дефектами, то ли не доехало как-то. При этом было очень вкусно. Но следующие три дня я наблюдал белый трон, замечательные кафельные стены. Не ел, не пил, не спал. Хотя иногда пил. Мне жена приносила немножечко воды, которая из меня тут же и выходила. Всеми возможными способами. Очень веселые, в кавычках, были три дня. Так хреново мне не было никогда. Ни до, ни после. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, очень серьезно относитесь к кулинарной безопасности. Ладно, мне повезло. Это еще как-то более-менее прошло. А я пока сидел, мне же делать-то было нечего. Читал в интернетах, что это может сильно-сильно более хреново закончиться. Такие дела. Просто вакуумные пакеты. У меня их три штуки. И сюда все это дело я растолкаю. Вот так. Я думаю, в один пакет достаточно. Ну и у меня маринады я с запасом взял. Три литра, там оно нашприцевалось и все дела. Какая-то лавруха туда попадает. Это все не имеет никакого значения. Точнее как, только лучше будет. И просто запаиваем. Вот так просто зафигачили. И, собственно, обычный пайщик. Вот давайте вакуум. Ну а воду сейчас начнет высасывать. Вот я ногой даже поддерживаю. Сейчас нажму стопка. Оно вакуумируется. Начнет сосать уже воду. И оп, стоп, стоп. И запаяли. Все. Все у нас. Посмотрите. Практически без воздуха. Вот один пузырик остался. Оно вот там и пускай маринуется, мне так кажется. Просто все это дело отправляется в холодос. Вот так лежать уже в пакетах. И когда оно просолится, ну завтра, ночь пускай лежит оно и обколото, и все дела, и все в маринаде. Так вот, когда оно пролежит ночь, я все это дело зафигачу на 4. Я на 60 градусов сделаю 4 с половиной часа, чтоб наверняка. Потому что, ну меня нафиг. Ну вы Диму слышали, да? Как я буду эту температуру выдерживать? Еще раз. Можно подождать, пока оно нагреется просто в духовке. Можно подождать, пока оно нагреется в мультиварке. Можно достать в пленку там как-нибудь еще в духовой шкаф, еще что-то. У меня же есть обычный автоклав, который типа держит температуру. То есть, это вот такая штуковина, она вообще под давлением работает. Но она может работать и просто выставил любую температуру, работать как просто су-вид. Вот. И я туда просто кину пакеты, даже крышкой не обязательно закрывать, давления там никого не будет. 4 с половиной часа, 60 градусов, все. И потом уже начнем это обсушивать. То есть, вы увидите эти куриные ножки уже завтра, когда я положу их обсушивать. И обсушка, это чудовищно важно. Но об этом уже завтра. Итак, когда все просолилось, вот, я все загрузил в чудесный мой автоклав. И у меня, конечно, там не 7 сантиметров толщины, исходя из таблицы. Но на всякий случай, пускай будет там при 60 градусах 5 часов. Ну и вода сольется, когда все остынет. Так, начнем. Вода налита. Да, отлично. Чтобы, блин, все, процесс пошел. Чтобы наверняка. Можно крышкой нифига не накрывать. Я накрою, чтобы просто быстрее вода нагревалась. Ну, то есть, я не буду там закручивать ничего. Потому что это обычный автоклав. Но делайте то же самое просто в духовке или еще что-то. Главное, чтобы нужное количество времени все таблицы в интернете есть. Оно прогревалось. Чтобы, блин. Потому что, ну, нафиг. Ну, вы поняли. Итак, добро пожаловать в следующий день. Собственно, автоклав, когда я вошел на студию на следующий день, пикал. Ну, это значит, что он все отвигачил на 60 градусах. И, зацените, он даже все слил. Посмотрим, что же у нас получилось. Так, пакеты герметичные. То есть, ничего не протекло. Все офигенно. Все в бульоне. И вы скажете, блин, розовизна какая-то. Какой ужас, дружи. Давайте пойдем на нормальный свет, короче. Ну, короче, вот такая получается красотища. А точнее, не красотища, а реально жуткое уродство. Потому что это ноги. Они такие внутри слегка розоватые. Но дело не в этом. Они, во-первых, полностью просолены. Ну, то есть, они уже в маринадике. Они с лаврушечками. Они, собственно, внутри уже просолены. Потому что они были нашприцованы. И самое главное, самое главное, что они безопасные. То есть, вот по этой табличке, напоминаю, собственно, домашняя птица полностью безопасная. Я даже еще побольше их дам подержать, чтобы на всякий случай. Теперь их можно коптить. Шучу, нельзя. Если мы их сейчас вынем и начнем коптить. Давайте разрежем. Разрежем. То мы поймем, что они влажные. Если мы их сейчас засунем коптиться, на них, зацените, нежные они такие желатиновые, розовенькие внутри. Супер сочные. Они не вареные, но уже как бы готовые. И у косточки они просолены. Но если мы их сейчас начнем коптить, на них ляжет на влагу только горький, кислый, отвратительный дым. Они должны быть сухие. Насколько сухие, как можно суше. Они должны быть лаково сухие. То есть, были они прям вот такие, ну просто жир с водой, а должны стать просто лаково подсушенные. Как это сделать? На самом деле вариантов несколько. Самый простой. Если у вас весна или осень, или просто там погода 10 градусов и ветер, идеально, чтобы никакие жуки, пауки, муки, осы, то есть прохладненько и дует. Повесили куда-нибудь, я не знаю, там, на крылечко куда-нибудь, там, чтобы дождь не залил. И все, и пускай он там заветривается всю ночь. Вариант второй. Можно поставить просто обдув в духовке и положить, чтобы вот вентилятор духовки дул и просто их обдувал ветром. Вариант третий. Просто взять вентилятор, обычный вентилятор, там, за 1000 рублей, или сколько сейчас вентиляторы стоят, копейки какие-то. Вот так ставим, я не знаю, в прохладную какую-то комнату, или, опять же, где-нибудь под навес, если на даче у вас там есть навес или крылечко какое-то. Удлинитель воткнули, и пускай оно дует. Сколько дует? Пока не обсушится. Но у меня есть офигенный холодос, в котором крутится вентилятор, называется климатическая камера. Я в нем сыры буду делать, но это потом. Я положу просто на ночь в него. Но на самом деле, 3-4 часа под обычным вентилятором, и все будет зашибись. Но мы коптить будем уже завтра, поэтому я в холодос с вентилятором сейчас вот засуну. Вот, собственно, там вентилятор здоровенный вот такой крутится. Вот. Купил бэушную эту хреновину, на ней даже еще пленка. Она бэушная, восстановленная, была сломанная, ее починили. А тут у него мозги висят. А вот. Пускай оно всю ночь вот этим вентилятором в холоде вот так и обдувается, и все хорошо. Итак, следующий день. Добро пожаловать на дачу. Давайте покажу, насколько за ночь высохли наши ножки. Наши, ну, то есть куриные. Я их вот так притащил, запаковав. Посмотрите. Они сухие. Я не знаю, видно это или нет. Прям сухие. То есть, прям ничего от них не промакивается. То есть, они конкретно подсохли. Осталось только закоптить, и все. Ну, конечно, тут как тут. Как только мы приезжаем с мясом, сразу же образовывается этот блоховоз. Теперь офигенный вопрос, как все это дело коптить. Смотрите, главное, чтобы температура не поднималась выше 60 градусов. Вы же помните, что она уже отварена. Она уже готовая, сочная. И, собственно, все это дело варить в мультиварке, в духовке при 60 градусах 5 часов для того, чтобы потом положить в гриль на 200 градусов. Это бред полнейший, сами понимаете. Поэтому, например, если у вас есть гриль, то можете использовать вот такую штуковину. Запихиваете туда кучу опилок и кидаете вниз, совсем вниз, вот туда совсем на дно. Я даже одну решетку вынул, чтобы совсем на дно. Несколько угольков. И эта штука кладется сверху на несколько угольков. И, собственно, она начинает медленно-медленно тлеть, 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 тлеть и коптить. При этом температура в гриле будет очень низкая. Но несколько угольков. Есть другой вариант. Блин, ну твою мать, ну почему? Ну я на секунду уже, он уже сожрал что ли кусок? Падла, смотри. Смотри, он расчекрыжил. Расчекрыжил. Но еще не успел. Нет, успел, сука. Успел, ладно, теперь тут надо... Блин. Надо было пять ножек делать. Ладно, знаешь, что кот? Кстати, шанс посмотреть, что внутри. Видите? Розоватое, но идеально сочное мясо. Видите, готовое везде, даже вот внутри. Это оно еще не копченое. На, держи. Кокосится, можно ли? Трунцию не разгрызет. Ну что сделать, как бы, это дань. Дачная дань для кота. Ставьте палец вверх за кормление кота. Мы его кормим автокормушкой, даже когда нас нет на улице. Она сама высыпает каждые два часа корм. И, короче, вариант номер два. Есть коптильня. Но! А если у вас вот такая коптильня, куда вот засыпается вот это вот все, убирайте нафиг охладитель. Вы скажете, а ты же сам сказал, что температура должна быть низкой. Нет, вы не поняли. Охладитель дает температуру вообще низкую. Это для рыбы. Для рыбы холодного копчения. Но, если мы будем курицу коптить с охладителем, мы будем коптить ее два дня. А без охладителя мы будем коптить сколько-то часов, ориентируясь на цвет. То есть, можно коптить и с охладителем. Но в этом нет никакого смысла. Это будет очень долго. Чудовищно долго. Поэтому мы его просто сняли. И у нас будет щепа прогорать. И теплый дым будет идти прямо внутрь. Как же мы все это дело подвесим? Очень просто подвесим мы все вот на такую хреновину. Называется эта штука на любом маркетплейсе. Крючок, вяленье, рыболовный, двойной крючок, засолка. Что-то такое. Двойной крючок, короче. Просто берем и вот так вот протыкаем. Для того, чтобы каждая ножка... Вот так мы сделаем. Так, а это в другую сторону. Так, где ножка? В другую сторону. А вот в другую сторону ножка. И тоже за... Главное, чтобы оно как бы за связочку. Понимаете? Чтобы не отпало. Великолепно. Все, фигачим. Ты как, давай, вставляйся. Вот так по две ножки. Да, у них там микро пятнышка, где они прилегают друг другу. Это фигня. Я одну отвалил. Случайно. И назад прицеплю. Сейчас. Иди сюда. Нет. Не туда. Вот. Вот так. Вот так. Все. Так, ну вот оно все тут подвешено. Более-менее кожица его так наружу. Элика... Сколько в него влезает, чувак? Сколько в него влезает? Я не понимаю. А его не разорвет, к хренам, нет? Ну ладно, бог с ним. Давайте включать. Это как это? От инолеи от айди. Да вообще. У меня щепочки средней такой фракции. Не знаю, вот такой фракции. Это вишня. Вот. Но особо выпендриваться... У меня просто осталась только вишня. На самом деле, хоть ольху, хоть чего угодно, вообще пофиг. Копчение есть копчение. Это не какое-то тонкое копчение устриц, там, креветок каких-то, где нужно подбирать лозу виноградную. Это, блин, курица просто. Сейчас подожжем на максимум. Пускай теплый дым фигачит. Собственно, процесс начинается мгновенно. И да, он тепленький будет. Пока не нагрелся, теплый. Поэтому охладитель мы сняли. Закрываем, чтобы дым все это дело облизывал. Сверху поддув, точнее, выдув открыт максимально. Все. Вот, видите, уже процесс пошел максимально. Он может закрыть, но не надо. Пускай много теплого дыма, и все это облизывается. А, в принципе, часа на полтора-два можно вообще забыть. Часа через полтора-два мы с вами посмотрим. Я не собираюсь делать темно-коричневые ноги, такие прям, чтобы ты ел дым. Я собираюсь сделать их золотистыми. И потом завакуумировать дня на 2-3. Сначала вывесить, чтобы они обветрились. И потом завакуумировать дня на 2-3, чтобы дым прошел внутрь. То некоторые говорят, вывесили и ешь. Ну, у тебя кожица только в дыму. Надо, чтобы внутрь-внутрь оно прошло. Дым даже в рыбе проходит внутрь, ну, минимум 24 часа. А в курице там еще и кости, она жирнее, там, ну, дня 3 точно. Очень желательно. Вот, поэтому, короче, на полтора часа вообще забыли. А дальше посмотрим, начался ли процесс. Короче, если вкратце, насчет полутора часов я вам соврал. Точнее, не так, я не соврал. Через полтора часа я посмотрел, мы просто это не засняли. А с момента начала копчения прошло 2 часа, почти 2,5 часа. 2 часа 20 вон. Уже почти 2 часа 29 минут. 2,5 часа. И за эти 2,5 часа цвет ножек стал логическим. Можно сделать темнее. Безусловно, можно сделать темнее. Там тепло, не горячо. Типа, шкаф теплый. Если бы мы использовали копчение вот с этой фиговиной, то мы бы коптили часов 20, 30, 40 или типа того. А так как у нас дым поступает прямо из этой штуки, он как бы горячий, но в шкафу он уже остужается. И типа дым теплый. Это не горячее копчение. Это копчение без охладителя. Назову так. Давайте посмотрим. Тарапапапарапа. Так, открываем, открываем нашу крысу. Оу, бай. Зацените. И теперь за... Так, ладно, у меня есть специальный маленький вот вентиляторик. Вот, чтобы вот. Вот, 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 вот. Все обдуть. Вам хоть было видно, что нафиг? Ааа, блиииииииин, одна нога упала. Ну вот отстой. Ну ладно, хорошо. Зато все остальное прям желтое. Желтое. То есть оно стало желтое. Но не коричневое, понимаете? То есть оно не будет перри, перекопченое. Маслянистое. Слегка тепленькое. Слегка тепленькое. Да, народ, это два с половиной часа теплого копчения. Не горячего копчения, но и без охладителя. А кто-то может захотеть, чтобы цвет был сильно более насыщенным. Без вопросов. Три часа, четыре часа. Четыре с половиной часа. Но, если вы будете вот в таком режиме коптить десять часов, предположим, то у вас оно будет, оно в любом случае будет немножко горчить, если что. Вот. Оно, конечно, будет коричневым, отличным. Но вы будете есть чисто дым. Просто чисто дым. И да, обязательно дайте этой штуке отвисеться хотя бы часик. А лучше денек под вентилятором в охладном месте. Я сейчас все это дело верну на студию. Для того, чтобы лишний горький дым просто выветрился. Блин, холодно уже стало. Выветрился. Что, народ, прошло два дня. Все два дня дым там расходился. Да, кстати, вы не удивляйтесь, если на следующий день они станут, ваши бедрышки станут на корочка на полтона темнее. Я не знаю, почему так происходит. То ли дым проступает наружу, то ли еще что-то. Итак, пробежимся по базе. Первое. Хотите сократить время маринования, время просаливания? Шприцуйте. Второе. Не нагревайте ножки больше 60 градусов. Вообще никогда. Третье. Коптите в коптильне без охладителя чисто теплым дымком. Не горячим, а теплым там 40 градусным дымком. Иначе будете коптить два дня. По времени коптите от двух часов до шести. Холодным копчением вы реально можете 40 часов коптить и получить такой же результат. И потом горькость, горький дым обязательно выветривайте. Так, 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 так. Ножечко. Посмотрите. Посмотрите, вот эта желтизна по кругу, это дымок. Но при этом мясо слегка розоватое, но безопасное. Оно безопасно розоватое. Понятно? И при этом сочное. Посмотрите, оно сейчас остывшее, холодненькое, но все равно влажненькое. Видите, весь коллаген как бы не распался. Народ, это великолепная, идеальная по соли, идеальная по сахару курица копченая, варено-копченая. Не коптите сильнее, чем вот такой цвет. Иначе будете кушать просто дым. Мой вам совет. А вот по рассолу, граммовочке, которую я дал, великолепно, но это база. Куда потом добавляйте хоть что, хоть пускатный орех, какие-то другие хитрые перцы, гвоздику, бадьян. Смотрите сами. Это база и это просто богически. Само собой, вакуум, холодос, все просоленное, все безопасное, храниться будет великолепно. Дым тоже, между прочим, естественный консервант, как и соль. Кушайте много, кушайте вкусно. Даже мерч забыл одеть так вкусно. Всем пока. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Это на бутер просто пища богу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok